Каждый год мы ждём этого события как какого-то важного праздника, предвкушая волшебство. Или нет? Скажу за себя, лет 10 назад я бы непременно ответил утвердительно, но сейчас подобное действие лично меня радовать перестало окончательно. Да, матч всех звёзд. Интрига умерла на корню. Стеф бросал с процентом чуть хуже, чем я. Игра в поддавки. Да, было несколько забавных моментов. Пас от Бати на Леброна в их фирменном стиле. Туда же Трёхи Дирка. Ну и само собой монстр пас Стефа на Яниса от Пола. Это вообще вне конкуренции. На этом всё. Счёт пожалуйста. Контесты в большинстве своём также откровенно не вставляют. Исключение составляет конкурс трёшек, в котором приятно порадовал высокий уровень мастерства и неожиданная заруба в финале. Ну а в этом конкретном контесте было приятно, что простой белый парень прилюдно наказал всю эту суперзвёздную братью. Но дальше-то полный шлак. Возьмём для начала селебрити гейм, в которой кучка зачастую незнакомых людей пытаются корявенько затолкать мяч в кольцо. Мрак вообще полный. Одно, что старина Рейган стал усладой для глаз. А слэмдан контест... Эх, этот, как мне кажется, деградирует от года к году. Весь мир целый год ждёт контеста. А в итоге получает чувака в шарфике из крутого пике. Разваливающего самолёт. Стыдобааааааааааааааааааааааааааааааа. Ладно, не буду травить вам душу, ведь не всё так печально, так как у нас всегда есть кроссовки, которые в состоянии вытянуть даже это мертвое зрелище. Да, кроссовки определённо ещё радуют, ведь с ними у этих ребят по-прежнему всё в полном порядке. И в доказательство своих слов предлагаю вам топ 10 лучших моделей, на мой субъективный взгляд, которые были на ногах действующих лиц абсолютно за весь всезвёздный уикенд. Ну что, поехали! Открывает наш сегодняшний топ никто иной, как Пол Джордж. Некоторое время назад в своём видосе о его третьей именной модели я несколько нелестно о ней отозвался. Ну что ж, настало время её нахваливать, ибо мне очень понравилась их расцветка, представленная на матч всех звёзд. Сам Джордж также был чертовски хорош, чего только стоит его степбэк с трёшкой в лицо, который он дважды реализовал, супротив главного степбэкщика лиги. Но вернёмся к россам. Сочетание оранжевого в зелёным... При их создании дизайнеры явно черпали вдохновение в ACG подразделении. И это правильно, ведь за свой труд они получают от меня законную десятку. В этот раз Adidas решил не выпендриваться и сделать всю свою баскетбольную коллекцию на матч всех звёзд в едином стиле. Хотя, ну как не выпендриваться? Если по слухам в массовую продажу, то она как раз и не поступит. А жаль, ведь независимо от выбранной модели, все кроссовки выглядят очень миленько. Выбрать какую-то одну пару чертовски непросто. Но тем не менее, я выбираю пятые деймы. Жаль, что эта красота недоступна для простых смертных. Но Adidas такой Adidas. Моё отношение к пятым дядюшкам основательно так испортилось. Причину этого вы можете узнать из моего недавнего видео на канале. Возможно, так не повезло лишь некоторым расцветкам. Но судя по всему, с версиями, предназначенными для нас с вами, дизайнеры конкретно так нахимичили. Но кариты они совсем не обижают. И в большей степени не обижают они его сочными колорвеями. Я уже со счета сбился, сколько их было. И ведь, блин, один сочнее другого. На All Star дядюшке был припасен очередной для пятерок коллаб. На этот раз выполненный в содружестве с Рокет. Всезвездная расцветка выглядит стильно. Поставляется стильно и стоит, сука, так же стильно. Не совсем понимаю, с чем связано очередное подорожание на десятку. Надеюсь, за эти деньги кроссы получат таки более-менее богатые материалы. Но даже если и нет, вероятнее всего достанутся-то эти кроссовки далеко не всем. На конкурсе скиллов Трайянг слегка зачитерил. Но это мы ему простили. Тем более, что в данный рейтинг он попал совсем за другое свое выступление. На игре новичков юный защитник Хоукс показывал зрелую игру, попутно выставляя своих оппонентов, прямо скажем, не в самом выгодном свете. Но поговорим о кроссовках. Ведь на этот матч Трайя выбрал третьи Хардены в очень интересной кастомной версии. Белые-голубые кроссы, выполненные в зимней тематике, не только идеально совпали с игровой формой восходящих звезд США, но и просто классно смотрелись на его ногах. И несмотря на то, что я совсем не фанат третьих бородачей, будучи любителем сочетания белого с голубым, я не удержался и отдал им седьмое место в данном рейтинге. Чутка не дотянул до пятерки лучших Лори Маркинин, который не раз проявлял себя в качестве баскетболиста с превосходным вкусом на игровую обувь. Вот и в этот раз талантливый Финн был верен себе. На матче восходящих звезд он надел кастомную версию 2017-х гиперданков. Кастом выполнен очень стильно, в цветах и символикой сборной мира, за которую как раз и играл молодой Форвард Буллс. Также на кроссовках нашлось место и флагу Финляндии, страны, с которой прибыл сам Лори. На пятом месте очутился Его Величество, который не только отказывается стареть, но и определенно отказывается отдавать власть в руки более молодых и дерзких. Король был, король есть, король будет есть. Вернее, будет сидеть на троне. Сказано, сделано. Вот вам расцветка Watch the Throne, его 16-х номерных, которую Его Величество засветил во время всезвездного уикенда. И несмотря на то, что основное время на его ногах была также весьма интересная расцветка сафари, именно тронная версия мне зашла больше. Насколько больше, на пятое место. Местом ниже расположился Стеф Карри, который на данном уикенде определенно весело провел время. Но не время отвлекаться на всякие глупости, пусть и забавные. Ведь мы-то с вами собрались поговорить о кроссовках. И в этом плане суперзвездный защитник не подкачал. Мне очень нравится его шестая именная модель. Это вы наверняка смогли уяснить из моего последнего видоса. И еще нравится она мне в своем всезвездном колорвее Кой Фиш. Но по большому счету дело не только в нем. Хороша сама легенда, предшествовавшая его возникновению. Так вот, расцветка выполнена в честь события, имевшего место в студенческие годы Стефина Деловича. Когда они всей баскетбольной командой праздновали его день рождения в популярном японском ресторане. А после чего всем скобом взяли и запрыгнули в водоем подле него, чтобы поймать одну из плавающих в нем роскошных рыбок. История умалчивает, кто из парней был инициатором. Но наказание получили все. История, включая именинника. Ресторан находился недалеко от Шарлотт, родного города Стефа, в котором как раз и проходил недавний всезвездный уикенд. За эту красивую и грамотно поданную историю четвертое место получает Стеф и его шестерки. Блин, нехорошо как-то прозвучало. Если что, это сейчас о кроссовках было, а не о дизайнерах из Андер Армора. Ну, мало ли кто не понял. Абсолютно неожиданный гость в моем сегодняшнем топе Джеди Осман. Турецкий легионер притащил на матч новичков кроссовки Коби Эйди Эксодус в кастомной версии стилизованной под Звездные войны. Там был Ласт Джедай, тут Ферст Джеди. Можно было, конечно, написать Ферст Осман, но согласитесь, это было бы уже совсем не то. А так получилось оригинально, да, стильно, да, достойно топа, чёрт возьми, снова да. У меня был целый год, чтобы научиться правильно произносить его имя. И за этот год Куэйва, да, именно Куэйва, также не терял время даром. Он тренировался со звездными баскетболистами, записал свой первый студийный альбом и продолжил залипать за кроссовки. Вы не поверите, но на Селебрити Гейме нашли свое отражение сразу три этих момента. Для начала в этом матче он снова стал самым результативным игроком. К тому же он порадовал своими кроссовками. Снова выбор звездного рэпера пал на одиннадцатый дюранты. Но, как вы понимаете, с ними не всё так просто. Использовав в качестве союзника талантливого кастомайзера Маче, он представил кастомную версию KD11 под названием Ханчо, которая, как вы понимаете, не только отражает его второе имя, но и напоминает нам о его первом студийном альбоме, вышедшем в 2018 году. Сказать, что получилось круто, не сказать вообще ничего. Это реально один из тех кастомов, в которых я бы не отказался в свою коллекцию. Именно поэтому от меня он и получает законное второе место. Несмотря на то, что сам прошедший Слэм Дан Контест лично меня как-то, ну, совсем не впечатлил, и это ещё мягко сказано, посмотреть в нём точно было на что. И зная меня, вы наверняка догадались, что речь, понятное дело, идёт о кроссовках. Наверное, впервые за всё время на этом соревновании нательники были представлены сразу парой конкурсантов. Это, конечно же, Деннис Смит, которому благоволили судьи. Он был в низких розовых анатомик спаун. Ну и в большей степени победитель – Хамиду Диало. Защитник из Оклахомы одержал победу, будучи обут в низкую кастомную версию МТЭК. И на ней я, пожалуй, остановлюсь подробнее. Кроссовки украшают очень симпатичное и ностальгическое граффити, имеющее отношение к корням Хамиду. На рисунке нашлось место Лифрик Сити – это местечко в Квинсе, в котором прошло детство новоявленного чемпиона. Дома там имели название стран и крупных городов – Перу, Копенгаген, Мельбурн, Лондон и другие. Также на кроссовках нашлось место винным погребкам и баскетбольной площадке. И что самое приятное, кроссовки отдают дань уважения таким баскетбольным легендам Квинса, как Талиек Браун, Кенни Андерсон и Кенни Зджет Смит, которые упоминаются по номерам на их футболках. Не знаю, как на вас, но лично на меня эти кастомные МТЭКи произвели очень сильное впечатление. Ведь посредством них Хамеду смог поставить свой родной городок на карту и поделиться столь близкими его сердцу моментами. Подобное просто обязано быть адекватно оценено. Так что от меня абсолютно законное первое место. Вот так лично для меня запомнился очередной всезвездный уикенд НБА. Согласитесь, могло бы быть и лучше. Хотя были в нем и светлые моменты. Что понравилось лично тебе, непременно напиши. Ребятки, не расходитесь раньше времени. На очереди результаты прошлой угадайки. Я просил узнать этого парня и вы накидали мне неслабо так вариантов. Самым популярным из которых был Дэвис. И так посчитало 35 человек. На втором месте оказался Инграм с 22 голосами. Кто еще? Дианджело 9, Янис 7, Весбрук 5. Вы не поверите, был даже Мэлло. Но понятное дело, это все мимо кассы. Но правильный ответ Карл Энтони Таунс. И угадали его 10 человек. Молодцы парни. Да, первым оказался Нуб, чей коммент я и вставил в видос. Ну что, готовы к продолжению. Настало время угадать этого игрока. Как вы думаете, кто это? Пишите свои варианты в комментах. А итоги я подведу уже в начале марта в своем ежемесячном видосе. Друзья, спасибо за просмотр. Ваши лайки и адекватные комментарии. Постараюсь прочесть их все. Ну а на сегодня все. Всем удачи и увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok